Финал масштабного ремонта в Красноярске. Большинство дорог, на которые шли работы, уже привели в порядок. Сейчас специалисты мэрии начали проверять отремонтированные объекты. Как подрядчики справились со своей задачей, расскажет Максим Лебедев. Дорожники измеряют длину бордюров и проверяют, как рабочие положили асфальт. Большой дорожный ремонт в Красноярске почти завершен. Теперь администрация города оценивает работу подрядчиков и принимает объекты. Один из них – улица Карла Маркса. Накануне ее вновь открыли для транспорта. Сейчас здесь меняют дорожные знаки. Скоро должна появиться и новая разметка. Завершили полным объемом работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Оба слоя – выравнивающий верхний слой. Построили новые участки, новые ливневые канализации. Например, на диктатуре пролетариата до Кирова ее не было. 250 метров мы построили новых сетей. Ремонты шли в непростых условиях. С конца августа 21 день подряд без перерыва шел дождь. Дорожники ловили погоду, работали круглосуточно. Сейчас большинство участков уже отремонтировали. В этом году город участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги». Всего придут в порядок 47 объектов. На 31 из них специалисты принимают работы. Этот участок на улице Карамзина совсем скоро перестанет быть пешеходным. Здесь уже положили новый асфальт, нанесли дорожную разметку и установили фонарные столбы. Нарушения у подрядчика здесь не нашли. Самые крупные объекты ремонта – коммунальный мост, улица Северная и проспект Мира. Работы здесь масштабные, поэтому за ними следят особенно пристально. Три раза в день специалисты мэрии проводят штабы и быстро решают проблемы. Главная задача – завершить ремонт до 25 октября. Выполнить все работы нужно не только быстро, но и качественно. Подрядчиков, которые допустили ошибки в работе, заставляют исправлять недоделки. К примеру, на улице Белинского дорожникам пришлось заменить бордюрный камень. Мы требуем от подрядчика или устранить наши замечания. Сразу же, если это невозможно, значит, тогда в рамках гарантийных обязательств он обязан будет устранить эти замечания. В случае несогласия в этом случае, значит, ему просто эти виды работ, на которых допущены те или иные дефекты, оплачиваться не будут. В этом году ремонты в Красноярске стали самыми масштабными за последние 10 лет. Все работы по проекту «Безопасные качественные дороги» завершат к концу октября. Максим Лебедев, Валерий Чащин, 7 канал.